Сегодня концерт домашний, как не трудно заметить. Выступают два замечательных колоделька. Очень скромный, хорошо. Главный замечательный человек здесь, это Женя Славина. Она молодец, потому что она профессионалка и певица. Я перед ней очень много раз в жизни снимал шляпу. И вообще я ее поклонник. Говори, говори. А вместе мы с ней составляем дуэт. А несмотря ни на что, несмотря на то, что мы всего вдвоем, с одной гитарой, мы гордо называем себя фолк-дуэтом. Потому что у нас так сложилось исторически. Я всю жизнь писал какие-то бабуские песни. Ну, таким кристочником был. Был кристочник, позор. Вы что, кристочник, не бывают. Я делал, конечно, какие-то еврейские песни, но так сам как себе под нос особо в никуда. Зато ты про них писал. Ну, иногда писал, да. А Женя, она настоящая еврейская певица, но у нее огромный опыт выступления, 15 лет по всей стране. Да, так сложилось. Меня вовремя очень в эту сторону развернуло. И я начала... У нее музыкальное образование настоящее. Диплом не взялась. Верим в нас. Ну вот. Так вышло, что мы случайно как-то пересеклись и случайно в каком-то общем совместном концерте спели какую-то песенку. Совершенно вот случайно вот как бы изговаривалась. Вот Женя пришла ко мне и сказала, Игорь, мне нужно подыграть вот песню. Не можешь ты подыграть? Я подыграл. Главное быстро просто сразу сходу. И получилось очень интересно. Настолько что интересно, что потом, прошло какое-то время, Женя мне снова позвонил и сказал, вот, Игорь, тут такая идея есть. У меня один знакомый режиссер, он хочет фильм сделать, а к фильму хочет, чтобы я песню спела. А мне одну песню, Пете, неинтересно, я хочу... Нет, мне неинтересно петь и играть одновременно самой. Да, она хотела, чтобы я сначала подыграл ей песню. Но мне неинтересно оказалось просто играть, я решил где-то подпевать. С этого все и началось. Режиссер этого давно уже и след простыл, и кино этого не существует, и не существовало никогда. А песни, тем не менее, после этого как раз у нас другие пошли. Да, и самое приятное, что вот так вот мы начали с еврейских песен, сделали программу с еврейскими песнями. По разному принципу мы их собирали, как еврейские. Потом как-то нам понравилось, мы начали еще что-то такое вместе делать. Вот сегодня мы решили указать, что мы вообще вместе. Ни в чем себе не отказали. Да, ни в чем себе не отказали. Мы сами не знаем, что мы сегодня покажем. Мы можем, по ходу, что-нибудь показывать. Но начнем мы с той программы, которая, собственно, была у нас первой. Это программа педагогом еврейской песни. Вот. И такой визитной карточкой нашего дуэта является песня, которая дала, собственно, нам название. Ну, название, я, правда, забыл сказать тогда о своей торжественной речи. У нас фолк-дуэт, который называется «Ойфенвэк», что в переводе сэтиш переводится как «На дороге». А вот и песня главная. Нет, не там. Там грейд. Мне тоже песня, конечно. А там есть еще место, что многое, да? Да. Заходите. Ждет. Главная песня, которая, собственно, дала название, это песня, которая тоже называется «Ойфенвэк» стоит обоим. «На дороге стоит дерево». Написал это стихотворение Ицик Мангер. Да, замечательный еврейский поэт Ицик Мангер, который писал Нари Даш. И это стихотворение, оно, собственно, и песня про то же прошлое стихотворение. «На дороге стоит дерево, все птицы с этого дерева улетели. Я говорю маме, мама, как бы я хотела стать птицей, чтобы зимой сидеть на этом дереве и загревать его своими песнями?» А мама говорит, «Конечно, сынок, не вопрос, только ты, пожалуйста, одень теплые галоши, теплый шарфик и пальто тоже не забудь, а то ведь там на этом дереве холодно, ты можешь простудиться». И вот я надеваю все, что сказала мне мама, поднимаю крылья и не могу полететь. Так мамина любовь не позволила мне стать птицей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Да, да. Американская история. Я не знаю. Я расскажу историю, которую Игорь мне рассказал, но теперь он ее не знает. Значит, Игорь в прошлом году летал в Америку. И очень много было аэропортов во время его переездов и перелетов. И в одном аэропорту он познакомился с замечательной негритянкой. Да! Или это очень лично? Нет, нет, почему? Это вполне возможно. Это, слушайте, долгая история такая. Я постараюсь очень вкратце ее рассказать. Это было в городе Хьюстоне. Мне нужно было лететь в Денвер, в том же штате, в Техасе. Но проблема была в том, что случилась какая-то жуткая буря. И все самолеты встали. И в аэропорту хьюстонском было жуткое столпотворение. Никто не знал, к какому нужно гейту идти. Стояли бешеные очереди. И все это растягивалось на часы. Я там стоял в главной пус-гитаре, в чехле с гитарой и с рюкзачком. И совершенно маялся, потому что я уже офигел от всех этих перелетов. Уже трудно мне было. И жутко устал. И от какой-то крайней степени безысходности я умудрился познакомиться с негритянкой, которая передо мной стояла. Совершенно случайно. Потому что на английском я говорить не умел. Она говорила на идиш? Нет, на идиш я тоже не говорил. Я как-то объяснялся на специальном пиджин-инглиш школьном. Ей, видимо, тоже было очень скучно. Она со мной решила тоже поговорить. И мы с ней что-то говорили за жизнь. Переходили из одной очереди в другую. Я как-то за ней следовал. И в конце концов решил ее поразить, самую чакру. И дал ей послушать нашу с Женей запись. Нашего диска. Вот этого. И она взяла наушники, начала слушать эту песню. Вот как раз у ФМП. И вот я смотрю на нее, как она отреагирует. Она, значит, слушает, слушает. Потом хихикнула и сказала, «Байли секси». Я даже не знал, как ей возразить. Мы, конечно, не открывали в этой песне такую тему раскрытую. Специально, неожиданный такой ракурс. Надо сказать, что она потом в городе Денвере по-настоящему пришла на мой концерт. Такая огромная черная негритянка. Когда она пришла, все люди на домашнике КСП, они немножко присеяли. Такого еще не было никогда в их практике, чтобы на концерт авторской песни на русском языке приходили какие-то гигантские, огромные черные негритянки. Она пришла такая важная такая, села вперед, попросила себе бедро. Да. Сидела, слушала. Довольно оказалась. Очень ей понравилось. Ладно, едем дальше. Едешь дальше? Хорошо. Дальше будет песня... Вас позвать, когда будут детские? Хорошо. На звук тогда. Песня, которая написана сравнительно недавно. Музыку написала израильская певица Хава Бештейн, а слова и резкой притесы Анны Марголина. Это колыбельное возлюбленному называется «Голден и Павла». «Летела золотая Павла, и ночь открыла золотые глаза, светлый мой уснил. Ночь открыла золотые глаза, я стала скрипкой, а ты смычком, нежным и уснил. Я стала скрипкой, а ты смычком, и счастье над нами влюбленный склонилось, и спокойный мой уснил. Счастье над нами влюбленный склонилось, оставил нас и улетел. Печальнюю песню. 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 Плывет в песню. Печальнюю 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 песню.